Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Сейчас у нас на прямой связи исследователь Лидического технического университета, эксперт по энергетике Рэнни Сабалтынч. Добрый день. День добрый. Да, ну у вас сейчас такая горячая пора, я думаю, все журналисты и нежурналисты, наверное, интересуются. Действительно, в определенной степени такой феномен еще 5 октября цена фьючерсов на газ в Европе побила рекорд 1450 долларов за 1000 кубов, я даже вот записал, и на бирже рост составил 250%, но сейчас ситуация несколько улучшилась, и все это совпало действительно с параллельным ростом цен на электричество, на тепло. Понятно, что по цепочке на продукты питания, и еще вот подлило масло в агонии вот сообщение вот представителей компании, обслуживающей Инчукаунс, которые предупредили прямо вот на заседании комиссии Сейма, что возможно в январе уже вот наш Инчукаунс как газохранилище наше может, ну, опустить, да. Что же все-таки происходит, где тут больше политики, где тут просто действительно объективная реальность, одна из причин, вот которая сейчас называется, это вот резкий спрос на энергоносители в странах Азии, вот как бы вы все это прокомментировали? Хорошо, ну там, скажем так, меньше политики, больше совпадения, плохого совпадения, несколько факторов. Конечно, вы уже упомянули, что спрос, резкий рост спроса на энергоносители в Восточной Азии, особенно в Японии, Южной Кореи и Китае, конечно, очень сильно повлияло, это повлияло очень сильно на цену на природный газ, на спрос на природный газ. Китай вообще настолько большой рынок энергоносителей, что смог бы как бы съесть весь природный газ, который сейчас поставляется в Европейский Союз и тоже Российской Федерации, так что действительно, прошлая зима в Восточной Азии на этих больших рынках, где спрос всегда хороший и потребители готовы поплатить больше, чем в Европе и в других рынках, этот спрос сильно влияет, то есть холодные обстоятельства прошлой зимой очень сильно повлияли на рост этого спроса и, конечно, тоже возобновление экономики после COVID, конечно, еще продолжается, но после вот этой первой и второй волны все-таки очень сильно тоже повлияло на спрос со стороны коммерсантов, коммерческих потребителей тоже больше потребляется энергия, как и тепловая, так и электроэнергия, и вот эти рынки настолько большие, что они, что спрос на этих рынках может повлиять на глобальную цену на природный газ, то есть даже Северная Америка, которая за последние 3-4 года, даже 5 лет уже выросла как хороший поставщик сжиженного природного газа, там, где этот газ нужен не только в Европейском Союзе, но на других рынках в мире, даже вот эти поставки Северной Америки не могут компенсировать тот прирост спроса. К тому же и в Северной Америке добыча природного газа тоже немножко приостановилась за последние 6 месяцев из-за того, что там тоже происходили некоторые метеорологические происшествия, которые тоже повлияли, да. Это повлияло на добычу природного газа и также по линии уже дальше на экспорт сжиженного природного газа из Соединенных Штатов Америки. И тем более вот этот экспорт сжиженного природного газа из Северной Америки все равно не 100% приходило в Европу, в Европу приходило только часть вот этого экспорта. Так что, ну, это сильно повлияло. То есть климат повлиял сильно, металлогические обстоятельства повлияли сильно, но тоже, ну, конечно, это создало такую конъюнктуру на рынке природного газа, что дальше по цепочке любые политические какие-то объявления тоже вызывают колебания, сильные колебания цены на водоуглероды и в особенности на природный газ. Мы знаем, что Российская Федерация тоже, ну, скажем так, ну, откровенно говоря, просто играет с Европейским Союзом. Ну, я бы сказал, что это не инсценировано Россией. Она просто использует, да, ситуацию? Просто хорошо совпало для Газпрома вот эта ситуация, что тоже другие энергоресурсы, то есть не энергоресурсы, а производство электроэнергии тоже, ну, скажем так, на производство электроэнергии сильно повлияло климат. Была засуха этим летом довольно долго. Те ливни, которые мы уже видели в августе, в сентябре, недостаточно большим оказались, чтобы как-то компенсировать недостаток воды для производства дешевой электроэнергии, поскольку большие гидроэлектростанции на севере, особенно на севере Скандинавии, Норвегии и Швеции в особенности предлагают рынку Нордпул, то есть в странах вокруг Балтийского моря самую дешевую электроэнергию, за самую низкую себестоимость. То есть тоже ветер не настолько сильно, как обычно, в этом сезоне дул. Сейчас уже как бы возобновляется, но не дул. Так что много факторов повлияло на рост цены электроэнергии. Я бы сказал, что рост цены на природный газ сильно повлиял на рост цен на электроэнергии, поскольку природный газ используется не только для производства тепла, тепловой энергии, но и производства электроэнергии, конечно. Да. Вот что касается России, тот же президента России, Путин подчеркивал, что многие страны, в том числе европейские, совершают определенную такую тактическую ошибку, ориентируясь на биржевые цены. То есть это такая, с одной стороны, вроде бы кажется, что это привлекательный подход, ты плачешь сначала меньше, потом цена на бирже возрастает, и, естественно, ты плачешь больше. И лучше заключать, как он говорит, долгосрочные договора с Газпромом. Вот как бы вы это прокомментировали? Понятно, что на Газпрому выгодно иметь вот такие долгосрочные договора. Интересно, конечно, прокомментировать высказывания президента Российской Федерации, спасибо за это, но хорошо, я постараюсь. Да, с такой экспертной оценки, да. Экспертной оценки. Ну, конечно, Российская Федерация является одним из самых больших производителей природного газа, добычей и производства, и экспорта природного газа в мире. Газпром – одна из самых больших глобальных компаний на рынке. И, конечно, любой поставщик, любая компания, которая добывает какие-то природные ресурсы, заинтересована в том, что потребители со стороны потребления будут стабильный спрос и гарантии, какие-нибудь гарантии, долгосрочные гарантии на то, что вот этот потребитель как раз будет пользоваться той энергией и тем ресурсом, который эта компания, которая экспортирует, этот ресурс добывает. Ну, то есть, долгосрочные, конечно, контракты – это только частичные выходы из… ну, я бы сказал, что это даже не выход. Это одна возможность, как риски, связанные с поставками природного газа и любых других ресурсов можно, ну, как бы, поменьшить, но… снизить. Но в то же время, конечно, если заключаются очень долгосрочные контракты с поставщиками, то это влияет на конкуренцию, и это может повлиять отрицательно на конкуренцию и на цены, которые поставщик… ну, которые пересматриваются все равно периодически, то есть, контракты и заключаются на очень долгие… могут заключаться на долгий срок, но обычно там клаузулы, которые… отлучаются клаузулы, которые позволяют пересматривать цену вот этого ресурса. И, ну, самое важное… Конечно, Европейская комиссия довольно долго работала над либерализацией рынка природного газа, в том числе либерализацией в том смысле, что, ну, так называем, существует два таких важных, как бы, по-8… звена… 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 звена, да… звена… цепи поставки… добычи и поставки природного газа, то есть, так называем… по-английски называется upstream, то есть, там, где происходит добыча, производство и экспорта, и даунстрим, или та часть этой цепи, где уже распределение и поставка потребителю природного газа, это называется даунстрим. То есть в этой части даунстрим как раз Европейская комиссия очень основательно работала, чтобы исключить слишком большое влияние долгосрочных контрактов, то есть чтобы была конкуренция и потребитель смог бы регулярно выбирать торговца природного газа, то есть компанию, которая будет поставлять природный газ. На стороне Upstream даже Европейская комиссия когда-то говорила, что хорошо, это долгосрочные поставки, контракты на долгосрочные поставки как бы позволяют минимизировать риски, связанные вообще с физическими поставками природного газа со стороны поставщиков, но все равно, конечно, контракты можно долгосрочные заключать, но просто немножко побольше элемента конкуренции сейчас. И беда в том, что вот сейчас как раз, как мы сейчас говорим в студии, и вы в студии, я через Zoom, буквально сейчас, просто этот глобальный рынок природного газа является таким, каким является долгосрочный контракт, ничего бы не изменил в этом конкретном моменте. Ну, может быть, немножко повлиял, но, конечно, не будет же тот же «Газпром» продавать природный газ за дешевые какие-то деньги, скажем, за 180 или даже 200 долларов за тысячу кубов, когда рыночная цена в 10 раз больше. Конечно, мы не всегда знаем, что в контрактах там написано, какие обязательства со стороны поставщика, какие обязательства и возможности со стороны потребителя, скажем, на рынке вайрум-тергус. Да, на оптовой торговле, да. Да, на оптовой торговле, на оптовом рынке особенно. На розничной, конечно, на розничном рынке это уже, ну, скажем, уже следующая звеноптика. Но оптовый рынок – это самое важное в этом случае. Так что газ вроде есть, конечно, спрос большой. Также в России мы знаем, что внутреннее потребление как бы подняли тоже. Когда-то Россия сама закупала дешевый природный газ для внутреннего потребления из Туркменистана за дешевые деньги, за маленькие деньги. Тот природный газ, который добывался, был в основном шел на экспорт, особенно в Европейский Союз, за большую цену, за нормальную рыночную цену. Так что, с одной стороны, да, долгосрочные контракты – это позволяет, как бы какие-то гарантии дает, но это не дает стопроцентной гарантии, что у нас будет очень хорошая низкая цена на электронную. Потому что если глобально, на глобальном рынке цена, рыночная цена на газ такова, как она есть, ну, никто не будет отдавать за ничто этот газ. Просто энергоресурсы, нам надо понять, что энергия и энергоресурсы стоят столько, сколько они стоят в конкретном моменте, к сожалению. Или наоборот, это хорошо тоже может быть, поскольку, например, электроэнергия, цена на электроэнергию за последние пять лет предыдущие была, ну, исторически низкой, какая вообще когда-либо была. Но мы очень мало платили. Ну, те, которые, конечно, платили биржевую цену, а не фиксированную цену, те, которые платили фиксированную цену, они сильно переплачивали. То же самое на природный газ. Природный газ был на исторически низшем своем уровне. То есть, цена на природный газ, особенно в прошлом году, это как бы само дно, даже цена на природный газ достигла дно, самая низкая цена, которая вообще за пять, шесть, семь лет была. Ну, сейчас, конечно, основательно это все изменилось, да. Да, вот такой вопрос, по-моему, вчера, вот когда вы были на дискуссии на Латвийском радио 1, депутат Европарламента Роберт Зилла сказал, говоря о стратегии Европейского Союза, что Европейский Союз, ну, или Еврокомиссия, слишком быстро пытается ввести вот эту зеленую вообще энергию, вообще зеленый курс, и, условно говоря, технологии, и реальность за этим не поспевает. Мы можем это даже посмотреть, ну, на примере таком, наверное, понятном большинству радиослушателей, электромобили. Нам все говорят, что электромобили – это более экологично, чем дизельный транспорт. Это, конечно, наверное, так и есть, но мы видим, какая реальность. Средний возраст автомобильного транспорта в Латвии легкового 15-16 лет. Во-первых, электромобили дорогие, инфраструктура, зарядка долгая, в общем, целый ряд проблем. Может быть, так и, не знаю, с энергоресурсами? – Ну, какие-то там, конечно, ну, скажем так, лидии, ибо… – Да, аналогии, так можно сказать. – Аналогии, ну, какие-то аналогии частично можно ввести по этому поводу, но, конечно, ввести зеленый курс, который продвигается очень сильно европейской комиссией, в контексте вот этого энергетического кризиса или кризиса ценной энергоресурсии, энергию сейчас, конечно, может повлиять на скорость тех перемен, над которыми уже европейская комиссия, многие европейские страны уже много лет работают. Но я прогнозирую, что эти трудности как бы будут продолжаться, ну, еще, ну, вот эту зиму. Я считаю, что через, ну, мои прогнозы через месяца, месяца 4-5, не думаю, что раньше цены на электроэнергию или даже на природный газ все-таки понизятся, будут ниже, и это связано с тем, что, конечно, сезон отопления кончится, и спрос на природный газ не будет уже таким большим, спрос на электроэнергию тоже уменьшится, тем более, что, наверное, если будет снег, особенно в Скандинавии, снег будет таять, будет больше воды на этих больших газах, и они будут производить более дешевые, больше дешевые электроэнергии поставлять. Но в целом, ну, если мы смотрим на Евросоюз, как большое животное, которое старается быть более динамичным и бежать к хорошему, лучшему будущему быстрее и быстрее, но, конечно, я затрудняюсь стопроцентно правильные прогнозы какие-то высказывать сейчас, но я думаю, что парадокс в том, что если бы страны Евросоюза вводили вот эти принципы зеленой экономики, климат нейтрал, это… Да, вот нейтральность климата, так, наверное, можно перевести. Нейтральность климата, да, в сторону нейтральности климата не только в потреблении энергоресурсов, но и в потреблении любых ресурсов, то мы бы так сильно… Ну, то есть эта ситуация на глобальных рынках энергии сейчас так сильно бы не повлияла даже на ситуации в Евросоюзе. Конечно, большинство природного газа, если мы как бы переходим, вернемся к природному газу, большинство природного газа поставляется извне Евросоюза, то есть самые большие поставщики – это Российская Федерация и Норвегия, потом уже Ближний Восток и другие поставщики. Но это значит то, что если Европейский Союз будет в таком же объеме или потреблять природный газ, который импортируется в основном, то Европейский Союз, конечно, будет продолжать, продолжит свою зависимость от внешних поставщиков природного газа, от любых поставщиков, не только России сейчас, но и Норвегии, знаю других поставщиков. То есть не так уже сильно можно повлиять на цену этого ресурса. Единственная возможность повлиять на цену – это снизить спрос. Снизить спрос можно, ввозя какие-то… больше акцента ставя на энергоэффективность, не только домохранения, в хозяйствах, но и в коммерческом секторе, производственном секторе, а также в транспорте. Это одна возможность. Другая возможность – диверсифицировать свою корзину производства энергии. И в латышке будет энергия из портфелес. То есть каким способом мы можем, какими технологиями пользуясь мы можем производить энергию. Не только тепловую, но особенно электроэнергию. Чем больше там таких технологий, которые зависят от внешних поставок природных ресурсов, тем, конечно, хуже, тем больше риски, связанные особенно с колебанием цен на эти ресурсы. Если производственные ресурсы находятся, то есть внутренние ресурсы Европейского Союза, коммерческая энергия, солнечная энергия, гидроресурсы, биометан даже, то, конечно, это уже называется диверсификация рисков и позволяет как бы избежать. Избежать, да. Позволяет лучше избежать таких ситуаций или влияния таких ситуаций, как сейчас на экономику стран Евросоюза. Вот такой вопрос, который я хотел задать. Может быть, в Латвии нет такой государственной стратегии? Ну, к примеру, допустим, летом или в начале лета, когда цена на газ была нормальной, если так можно сказать. Можно было, не знаю, кто-то может закачать больше газа резервного, в том числе в инчуккаунтс. И тогда бы сегодня не нужно было говорить о том, а вот вдруг уже в январе все опустеет. Ну, конечно, во-первых, я надеюсь, что не опустеет. Но, конечно, эти риски связаны с тем, что, скажем так, не настолько много природного газа сейчас в инчуккаунте, как в предыдущие годы. И тоже мы знаем, что «Газпром» уже не поставил столько, не заполнил свои хранилища или хранилища партнеров в Диросоюзе настолько, насколько раньше. То есть объемы как бы снизились. И это тоже, конечно, повлияло. И то, что, наверное, господин Зиле вчера в латвийском радио говорил, это было связано больше с тем, что с этими поставками, лимитированными поставками «Газпрома» в хранилище в странах Европейского Союза. Ну, Баумгартен, он там упомянул, в Австрии, который является очень важным таким хабом распределения и хранения природного газа в Европе. Так что, ну, ситуация в Латвии. Ну, у нас, конечно, регулируются тоже минимальные резервы. В законе написано, что в Винчуколонсе должно храниться природный газ. То есть какой-то минимум природного газа там должен находиться в начале сезона. Но проблема в том, что этот резерв, который там обязательно должен находиться, ну, не настолько большой, чтобы в ситуации очень большого или растущего спроса, если будет очень холодная зима и долгий сезон отопления, что этого хватит для всех. То есть, ну, то есть там, наверное, если будет какая-то гипотетическая ситуация кризиса, реального кризиса, когда физически уже не хватает этого ресурса, то, ну, существуют алгоритмы, которые, говорят, распределяют те резервы, которые существуют и там находятся между самыми важными и приоритетными потребителями, то есть, наверное, больницей. Ну, чтобы общество могло продолжить функционировать, то есть страна-государство. Ну, это тоже не хватает на слишком долго. Ну, еще вот эта проблема связана с тем, что многие торговцы, небольшие торговцы природного газа, которые купили природный газ с потовой цены на свободном рынке в начале лета или летом, когда еще природный газ, ну, цена на природный газ была ниже, они просто, наверное, вилынаем, как это будет. Ну, был такой соблазн, да. Соблазн, конечно, продать этот природный газ, который они там хранят в Инчу-Паунсе, продать за рыночную цену, которая самая высокая, и это может просто повлиять. Ну, там, я там детали, конечно, не знаю, какая пропорция таких хранителей природного газа на Инчу-Паунсе, но озабоченность связана конкретно вот с этим аспектом, что такие гарантированные большие объемы, ну, там, не такие уже большие, оказывается, насколько мы бы хотели. Ну, это, наверное, будет, ну, результат этой ситуации, наверное, будет, что, наверное, парламент или правительство будут пересматривать в будущем, какие резервы надо хранить обязательно на Инчу-Паунсе, чтобы избежать больших рисков физического недостатка природного газа. Ну, что ж, будем надеяться на то, что все-таки тарифы на газ будут, не знаю, если такая фраза здесь употребима, такое словосочетание, в пределах разумного, потому что мы понимаем, что особенно на людей с небольшими доходами, таких в Латвии очень много, это будет очень большая нагрузка, я имею в виду, если сразу все будет расти, и газ, и тепло, электроэнергия, продукты. Так что спасибо за этот комментарий. Аня Сабоватнич, у нас был в прямом эфире посредством Зума. Спасибо большое. Всего доброго.